Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в городе Ливны. Прикиньте, блин жас! И это будет небольшое путешествие по провинциальным городкам Русской области. Город будет один, а это будет город Ливны. Итак, мы стартуем с производства под названием Ливны Электро. Покажи, пожалуйста. Видали? А здесь Ливны, блять, Электро. Понятно? Давайте дальше идем. Эта маленькая гетто является моим альма-матр. Вот. Вперед. Иди сюда. Как вы видите, тут мы снимаем, и люди, блять, аж из машины смотрят. Потому что все-таки не каждый день белый человек с камеры приезжает сюда. Вот. Не снимай дикарей, блять. Пошли. Тут мы видим замечательный магазин продукты, а также клуб для слепых. Потому что район, где мы сейчас находимся, он называется район слепых. Пошли. И дальше, если мы пройдем немножко вперед, что мы можем увидеть? А то дальше цеха. Приприятие слепых получается, да? Вот они. Покажи. Пошли, пошли. Иди, иди. Ты не стесняйся. Вот. И библиотека для слепых. Вы не поверите, ну тут, блять, все для слепых. Пошли, это район слепых. Вот так вот. Вот так вот. Живет. Рост провинциальная. Рост провинциальная живет именно вот так, ребята. Смотрите, вот он клуб. Сегодня в клуб мы не идем. Все-таки ни то не уж настроение. Не слепые. Блять. Ну и... Да. Вот. Конвейер. И самое главное, что можно заметить. Без двен есть перил перила. Это отличительная особенность района слепых. То есть перила. Слепых. Как мы можем заметить. Уже и маленькие городки. Пробирается вот это поебень. Вот. Там. Соли, спайсы. И прочие осудительные, осудительные моменты. Мы их осуждаем категорически, ребят. Ну что ж, мы сейчас с вами выйдем из этого гетто. И покажем вам уже основные, основные части города. Мы продолжаем наше путешествие по городу Ливну. И сейчас вы увидите кадр. Я бы назвал его пересечения двух культур. То есть культурой советской и культурой новороссийской. Это когда начали восстанавливать массовые церкви. Якобы незаслуженно были отняты. Вот. Как вы видите впереди. Самолет. Раньше были его подпиздачей. Сейчас его на банокопку посадили. Шинки спустили самолету, к сожалению. Все, шинки спустили. Вот самолет сейчас лежит у нас на Закурате. И как будто бы взлетает в недостроенную церковь. Там, где раньше была аллея имени Политкарапова. Вот такие, ребята, у нас культурные особенности. А тут мы видим, собственно, гидропы города Ливна. Это три куропаточки. Вот и есть. Кто-то дополнил часть композиции. Она не является гидропой города Ливны. Официальным, на крайней мере. Официальным гидропой? Это просто три куропаточки. Спасибо. Итак, как вы можете видеть, это тот самый самолет. Только раньше он выглядел грациозно и величало. А сейчас такое ощущение, вот он сел на брюхо, блядь. На брюхо вот этого Зигурата. Ребята. Но по-прежнему такой же величественный. Он был не виноват, что мудаки, блядь, не могут нихуя сделать. К сожалению. Ну да, ну да. Итак, еще одна интересная факта по поводу данного самолета. То есть он тут стоит в честь нашего земляка. Николая Николаевича Полякерпова. Великого советского авиаконструктора. Но при этом сам самолет не является самолетом Полякерпова. Это сушка. Реактивная причем, блядь. Вот. Полякерпов делает такие бипланы. Вы лучше погуглите. И они самые лучшие скатились по самолетам. Но, короче, сушки он точно не делал. Это дело сухое. А теперь мы сейчас с вами перемещаемся в центральный участок города. Хотя, в принципе, уже заметно, что город довольно-таки чистый, ухоженный. Кстати, гляньте. Вот сейчас у нас на дворе 23 апреля. Трава везде колосится, блядь. Заметьте, да? Как будто мы уже в лете находимся. Заметьте, да? Вот. Когда мы выезжали из города Орел, там были только легкие намеки на то, что тут будет трава. Как бы в будущем. Но не сейчас. Вот. Аграрная зона X-100. Аграрная зона X-100. Аграрная зона X-100. Вон, видите, плафоны выкидывают люди. А нахуй не видят? В принципе. Ливный город настолько зажиточный, что плафоны люди просто выкидывают. Они просто, ну, они как одноразовые. Чисто на сезончик. Вот, он кажется, что он уже очень невеселый, и ты можешь его выкинуть. Вот. Хорошо, тут была стена с граффити. Её решили бы даже не закрашивать. А просто захуярить профлистом. Вот. Чтобы не смущать. Вы видели города? Этими дикарскими рисунками. Все таки. Тут так не принято, ребята. Тут так не принято. Вот, мы подходим к одному из величайших зданий. Ну, долины. Это здание 13-го училища. Вы слышите? Тем же оно величайшее. А тем-то, что всех, блядь, нормальных детей пугали. То, что если ты будешь долбайбом и не будешь учиться, ты будешь учиться в 13-ом училище. И ещё один интересный факт. То, что только в городе Ливне училище, оно называется слово чмо. Я пока не поначал, что в городе не встречал. Если в вашем городе, возможно, так же называют, обязательно пишите в комментариях. Или, возможно, если у вас есть какое-то уникальное слово для училищ, именно в вашем городе. Тоже жду вас в комментариях. Мы сейчас с вами проходим к самому сербцу города. Это памятник Ленину. Он есть в любом, блядь, городе нашей страны. Но только в городе Ливне он особенный. Помимо того, что он называется Лысым, хотя я думаю, он много где называется Лысым, Мы всё-таки, как ливенцы, усыпаем за историческую точность. Поэтому указана именно его настоящая фамилия на памятнике. А уж только потом его никнейм. Что-то снимаем. Что-то снимаем. Вот полюбиться у нас Ульянов. Ульянов. Помимо героев социалистической славы и соцтруда, даже есть герои трудо-спортивного. Вот. И некоторых из них я не могу не показать. Вешенку вешенку. Я не могу не показать. А это, как говорится... Мы тебя трогали. Опа, привет. Также одной из-за суммейского города, которую я пока что еще не видел, является двойные таблички названия улиц. Вот. То есть, с одной стороны указано и столичное название улицы, которую она была до революции. А кроме название современное, которое она носит сейчас. В общем, видите, вот улица Ленина и улица Соборная. Она же. Это к вопросу о тех уебанах, которые тратят миллионы денег на то, чтобы, блять, переименовывать улицу назад. Блять, сделайте двойную табличку нахуй. Все. Блять, небольшая проходочка по центральной улице города Ленина, по улице Ленина. То есть, это является отдыхом всей ленинской молодежи. Суть какая. Пройти от Лысого до Вечника, а потом от Вечника до Лысого. И обратно. Вот. И так пока не заебет. Вот. К сожалению, это так. Вот. Так и пошли. Лучшие годы моей жизни. Ну, не лучшие годы, но молодые годы. Это так называемые. А они из. А они из. Уже все у меня куда-то хорошо, блять. Все они замечательные. Так. Вот. Хочу отметить. Все-таки чистоту и порядок на улицах. Нет, ни бычков, блять. Можешь посадить. Ничего. Все это убирается, блин. Все тут. Чеки бомбонены, блять. Заметьте, да? Аппараток и каштаны. 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 Нахуй нам Башкиев. У нас у своих есть каштаны тут. Блин. Каштаны. Ливне это чудо. Смех простого люда. Нет на свете лучших городов. Так и хочется процитировать слова из гимна города Ливне. Которые я вам обещал. И я их процитировал. Мы сейчас находимся с вами у администрации города Ливны. Три курупаточки. Вся хуйня. Вот. Вот, пожалуйста. Вот. Вы можете также глянуть слоган. Ну, что Ливны во все века дивны. Но мы не будем забывать с вами, что все-таки это немножко переделанное историческое выражение, которое было во время смуты, блять. И звучало оно так. Орел и Ливны всем в рам дивны. Потому что, что Адровская, Шлининская губерния поддерживали всяких. Лужедмитриев и прочих. Шалопаев, блять. За всю хуйню вписывались, короче. Попрестные, блять. За любой кипер, блять. Как это? Суетологи, ёпта. Осуждаем. А, итак. Как говорил Винокентий Самогонкин, то, что в Питере культурные комплексы встречаются вместе с шармой. Но такое возможно только в Питере. Мы кидаем им ответку. Смотрите, пожалуйста. Шарма. Шарма. И культурные комплексы. Исторические здания. Исторические здания. Также мы можем встретиться здесь. Наверление на Милан, на Париж, на Нью-Йорк. Уже никого не удивляет. Это, в принципе, в дороге Ливна не нужно. Тут есть всё. Тут есть более важные указатели. Как пройти в баню, либо в пенсионный фонд. Ну и на почту, блять, естественно. Вот так. Кинотедр «Октябрь» был у нас заложен ещё в Советском Союзе. Как видите, он продолжает действовать. А о чём это говорит? О том, что в городе Ливне жива культура. Жива. У всех гостей города Ливне здесь идёт прекрасная центральная гостиница города Ливне. Как мы подсидим, пойдём сюда. Так гласит табличка на здании, что здание построено во второй половине 19 века. Кстати, историческое здание. Заметьте. Гостиница работает круглосуточно. Так что вы можете приехать сюда даже в 10 вечера, ребята. Даже в 10 вечера. А музыка играет громко. Так и хочется процитировать классиков. Вот. Но откуда же не существуются эти звуки? Конечно же. И самого главного ресторана города Ливне. И страна Сосна. Как сказать? Покажите. Красоты. Лакши стиль. О! Блин, кстати. Годзилла, блядь, опасная. Блин. Видали? Как это писать? Я думаю, что это, скорее всего, был эксперт дизайн студии Артемия Лебедева. За соточку. Блядь. Похоже. По стильку нахуй что-то напоминает. Ушастик, привет. И вот мы подошли к месту, где показано, чем, собственно, можно реально гранить в городе Ливне, а так это его предприятиями. Тут есть целый стенд, как вы видите. По предприятиям города Ливне, такие как автоагрегат, Ливный насос. Вот даже. Между прочим, Ливный насос, он же Лив Гидромаш является стратегическим заводом, стратически важным, на котором собирают и делают насосы для подводных водок. Как сказать, то, что предприятие, как это называется, уже вырежено нахуй. Итак, мы подошли к зданию, где раньше находился исполин 45-й магазин. То есть это вот это вот. Сейчас тут находится придерочка, как и везде, в принципе, по нашей стороне находятся придерочки. Вот. И сейчас чуть дальше мы пройдем. Мы увидим еще одно историческое здание. Это здание 3-го лицея Ливенского. Вот. Честно, что-то было в нем в революционное время, в душе не ебу, бля. Вообще похуй. Как бы не интересует. Но здание такое есть. Обязательно покажу его. Вот. Итак, что мы видим здесь? Это Огромский парк. Культура и отдыха. Он же, как говорила моя бабушка, Гурсат. Я не знаю, почему он нацелил его Гурсат, но это Гурсат. Вот. Как вы могли заметить, он 30-летие Победы. Значит, когда он открылся? Значит, вот этот вариант мой можно сделать, как в этом, блядь. как вовсе сливчик. Кто хочет стать миллионером. Кто хочет стать миллионером. Да, да. Посчитайте, напишите в комментариях. Все. Поехали. Так, мы сейчас с вами почти подошли к завершающей точке Тущества любого Ливенса к Вечному Огню, который называется также Вечник. Посмотрите, как он выглядит. Вот. Как вы видите, людей полно. Люди гуляют. У крестьян сегодня выходной, суббота. Собственно, мы сейчас с вами дошли до конечной точки. Вот Вечный Огонь. Расположены у памятника жертвам и героям Второй мировой войны. Великой Отечественной войны. Так будет более корректно сказано. Посмотрите, полюбуйтесь. Вот такое культурное сооружение. В принципе, никаких шуток не будет. Чтобы хуй шутить. Тут как бы все нормально. Все в практике. Все так, как и должно быть в принципе. Вот. Но мы сейчас с вами покажем одну новую вещь. Многие думают, что город Ливен не развивается. Хуй сосите, пацаны, бля. Вот. Сейчас я покажу вам, ребята, что возле церкви Сергея Радонского появился памятник Николаю Чудятов-Груссу. Понимаешь? Замекаешь? А кто такой Николай Чудятов-Грусс? Ну, другой, какой же. Это Санта-Клаус, кстати. Ну, Святой Николай. Это же одно и то же. Санта-Клаус. Это Коля. Ну, учитесь, ребят. Это называется диалект. Дедукция. Дедукция. Я вообще очень много слов знаю, кстати. В принципе. Я в Екипедию читал, кстати, вчера, бля. Готовился к выпуску. И так мы подходим к памятнику. Посмотрите. Покажи. 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 Что-то, что позади Николая Чудятов-Грусс. На самом деле, есть еще стрелы героями войны. Вот. Но ее, блядь, никто не видит. Почти покажем. Это пахнет. Воражка. Или какой. Ля. 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 Лицо тоже воронно. Видно стало. Все, убежал. А было бы в Существане, убежал бы. А как-то что-то не то за него. И есть грешки. То есть, покажи сзади как-то вылили. Памятник. Вот, видишь. Мамы обойтись. Вот люди приходят, держатся, фоткаются. Видите. И вот стоит у стола. в честь того, что населенный пункт считается пунктом Больской дублести. Итак, я на самом деле довольно сильно боюсь стоматологов, но в Ливнах нашли решение этой проблемы для всех. Как вы видите, тут есть аллея, героев второго героя войны, вот, и они как-будто мне говорят иди, не ссыкут, мы воевали, а ты что не можешь в зубы пойти подойти? А вот как раз и непосредственно Денте Плюс. Вот полюбуюсь. Вопросы есть? Вопросов нет. И так уже не ссыкут. Так уже не ссыкут. Все. Денте Плюс 5к нахуй за рекламу быстро, блядь, на киви, бля, кинули. Завтра у нас будет Павник Пасхи, вот, и поэтому прихожане, друзья, будут освещать куличи, яйца вершины, ну и тому подобные Песнянский атрибут. Собственно, видите, народу много, много, вот, как говорится. Ну, каков поп, таков и приход. Драконы, ракеты и просто тир. Путинская Россия, куда ты катишься? Осуждаем, осуждаем. Вот если бы я пенул с собой, а то кто был бы виноват? Верно, Путин. Естественно. Дрочишь пешу не женат, а то будем виноват. Итак, отсюда у нас открывается вид на район, который называется Беломестное. Покажи, пожалуйста, Либы. Район Беломестное с основной частью города Либы связывает Беломестинский мост. Вот он тоже, можете его показать. Вот он, Двоместский мост. Снизу протекает река Сосна. Река Сосна. Вот. А чуть дальше, если мы пройдем, я покажу вам, там будет слияние двух рек. Потому что город Либы находится на двух реках. Это река Сосна и река Ливенка. Вот. И там есть пожилое слияние. Вот. Мы вам его покажем. В мою предыдущую поездку, которая была буквально месяц назад, мы проходили по вот этим беседочкам и заметили то, что по ложке, по ложке, блядь. Пирожки были... Или ступеньки. А, кстати. Слово пирожки является уникальным явлением города Ливны и, в принципе, Росской области. Вот. Если что, пирожки, это, пожалуй, ступеньки. Вот. И они были отколуплены. Но сейчас, как вы видите, все уже отремонтировано. Все готовится к майским праздникам, к народным гуляниям, так сказать. О! Да. Итак, как и обещали, показываем вам слияние реки Сосны и с рекой Ливенка тоже. Ага. Вот оно. Пейзажи, конечно, шикарные. Ну, не то, что у вас там, блядь. В Америке. Ну, мы сейчас можем еще... Видишь, там пацаны разбираются. Гэнг на гэнг. Вот. Ну, да. Ну, да. Покажи, я сейчас... Не работаю? Пачки, чтобы не упасть. Крутые, покажи, вот крутые брега города Ливны. Да. Вот. Как мне рассказывала бабушка, то, что вот раньше, вот, видишь, там, где вот поле начинается, да? Угу. Вот, считай, вот до самого вот этого вот верха, вот такой раньше река шла. Угу. То есть, река была раньше очень... Буба полноводна. Буба полноводна, верно. А почему же вы скажете, она называется Сосна? По ее берегам как раз росли Сосны, и их, собственно, рубил, знаете кто? Петр, блядь. Вот. Чтобы сделать свой флот, кстати. Между прочим. Вот так-то нахуй. Вот так. Любовь. Ребята. Любовь. Алле-лю-ви. О чем-то говорит то, что вроде Ливны есть любовь. Ее маленькие сердечки. Ля, сколько любви. Жест. Прошу вас обратить внимание на естественную красоту города Ливин. Вот эти вот желтые полевые цветки. Как их называют? Хуй его знает. Но очень красиво. Но очень красиво. Вот подходит к концу наше путешествие по городу Ливины. Вот. Отмечаем мы его в элитном месте. Жест. В кофейне чашка. Вот с таким вот замечательным кофе. Чего и вам. Всем советую, ребят. Всем хороших выходных. Удачных майских праздников. Не болейте. Пощайте хорошие и правильные места. Удачи.